В четвертый раз соревнования военно-патриотических клубов «Молодежный арсенал» собрали участников со всей России. Для саровчан поездки на этот слет стали доброй традицией. В этом году наш город представили воспитанники клуба «Разведчик», которые показали достойный результат, заняв командное третье место. Понравилось, в общем, все, кроме зарядки. В принципе, я доволен. Я не ожидал даже, что мы третьими займем. Ребята активно готовились к соревнованиям, отрабатывали технику, тренировали выносливость и ловкость. Перед состязаниями организаторы подготовили для всех участников показательные выступления, чтобы ребята поняли, как правильно проходить испытания и набрали наибольшее количество очков. Приезжали специалисты, бывшие офицеры-отставники, либо действующие офицеры, проводили с детьми занятий первый день. А второй и третий день были непосредственно соревнования. Здесь именно разрабатывается внимательность детей, как они усваивают материал, хотят, не хотят усваивать материал. Что-то некоторые знают из своих клубов, им преподают. Ну, в основном решает все финал, когда побеждает сильнейший. Участники соревновались в 14 дисциплинах, по итогам которых каждой команде начислялись баллы. Один из лидеров Саровской команды – Александр Суханин. Юноша занимается в клубе-разведчик два с половиной года и накопил большой соревновательный опыт, который помог ему пройти все этапы. Самым сложным этапом для меня показалась засада, так как надо было быстро сориентироваться и занять круговую оборону. А самым легким этапом показалась переправа. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 человек из разных регионов России. Саров представили девять ребят, которые достойно прошли все этапы. Всех участников наградили грамотами и памятными призами. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.